Братья и сестры, мир вам! И, как мы уже привыкли говорить, слава Богу за всё. Когда ещё Украина была другой страной, и в ней снимали хорошее кино, гениальный, по крайней мере, великий сын своего народа, Леонид Быков снял фильм «В бой идут одни старики». Наверняка люди моего возраста точно видели его не раз, да и, может быть, и все видели. И вот там такая была поговорка, что ли, да? Кто сказал, что надо бросить песни на войне? После боя сердце просит музыки вдвойне. И там какая-то эскадрилья истребителей боевых, они там раскудрявые, играют на разных музыкальных инструментах после боя. Красивая такая музыкальная трагедия. Я предлагаю вам не всё же время в новостях быть, вы с ума сойдёте, вы будете пациентом сумасшедшего дома. Надо немножко переключиться на что-нибудь полезное, или хорошее, или хотя бы безвредное. Я предлагаю вам фильм с участием мне очень нравящегося актёра, Матса Миккельсона, который очень разноплановый. Я предлагал его вам в фильме «Адамовые яблоки». И очень много он снялся. Фильмография очень большая, чрезвычайно талантливый актёр. Без звёздной болезни, без хамства, без этих всех, значит, таких заплётов, которые свойственны, значит, возгордившимся сынам человеческим. Фильм называется «Охота». Фильм, по-моему, шведский. Матс Миккельсон вообще на северной юге, это датчанин, кажется. Ну, и вот там этот ареал его актёрской деятельности, хотя он уже в Голливуде был там. Значит, вот фильм на наболевшую тему современную, а именно там связан с педофилией, как бы с подозрением в педофилии, с обвинением в педофилии совершенно невинного человека. Ну, вы, может, не запомните, но я просто скажу ещё, хотелось бы, чтобы вы не нашли время поглядеть ещё такое кино, как «Презумпция виновности» про конкретное событие во Франции, когда мужа и жену обвинил кто-то там навет, по навету, значит, такое, что они якобы насилуют своих детей, реально поломали людям всю жизнь. Это реальный факт французской юриспруденции. Современный мир, как бы, крайне развратный. Он с любовью бросается на осуждение кого-то, кого в чём-то заподозрили. Ну, там даже вот Харви Вайнштейна, если вспомнить, как эти, значит, в Голливуде человека обвинили в харассменте. Это, значит, это называется «выгнали из борделя за разврат». То есть в Голливуде, в столице, значит, безобразий половых в том числе, значит, такой человек обвиняют в домогательстве к женщинам. Это просто какой-то... Это на голову не налазит. До какой степени лицемерия, как бы, дошёл современный коллективный Запад. Вот. И примерно такое же там мы встретим в этом фильме, в трагедии с Матсом Миккельсоном. Там у нас играет роль одинокого молодого мужчины, который развёлся и живёт одиноко, работает в садике. В общем, дети же могут влюбляться в взрослых. Если вы свое детство вспомните, то есть там мальчики могут влюбиться, например, в воспитательницу в детском саду или в учительницу, например, свою первую. Ну, такая, ну, какая-то любовь. Это какое-то... Ну, какое-то чувство уже, сердечко колотится уже какая-то там... Что-то происходит в человеке. То есть и девочки также могут влюбиться, значит, там, в кого-то там, понимаешь, там, в какую-то дядю. И вот та маленькая девочка как-то вот понравился этот дядя, она как-то любит его, хочет выразить свою любовь и целует его однажды, когда он там сидит на площадке с ними, возится с этими детишками. Целует его в губы. Он говорит, нельзя так делать. Не помню, кто ее звали. Говорит, там, малыш, там, допустим, Клара. Говорит, так нельзя делать. Надо целать только папу или маму. Так нельзя. И она же маленькая, да? Но она уже женщина будущая. Она маленькая женщина. Она уже влюбилась. И она будет мстить. И она обиделась на него. А потом она видит, там, порнографию в гаджете у своих старших братьев. Это вечная порнография. Навсюду сопутствует трагедиям. И говорит, что она знает, что это такое. А откуда? А вот оттуда. И там как-то детским лепетом наводит такую тень на плетень, как бы кидает тень подозрения на этого учителя, воспитателя своего. И завертелось. Маленький городок взорвался ненавистью. То есть фашистом человек может стать в одну секунду, потому что сам своих грехов не помнит, а на чужие грехи бросается, как лев. Ну, правда, только тогда, когда все тоже бросаются. То есть в куче. Когда кучей бьют одного. Когда мы все против этого. Все черные вороны против одной белой. В общем, посмотрите, на что способны люди в сытом обществе. Довольно развратные люди, которые не стремятся к целомудрию. И сами рыло-то в пуху. Даже не рыльца в пушку, а рыло в пуху. Будь здоров. Но как только кто-то объявлен откровенным грешником, опасным человеком, как эти все добропорядочные бюргеры, набрасываются на него, как шакалы, и сживают его буквально со света, хотя вчера и с ним здоровались, и пили пиво вместе, и рассказывали друг другу анекдоты, и спрятали футбол. Вот об этом начинается охота. На человека начинается охота. Как в песне Высоцкого. Охота. Идет охота на волков. Идет охота. Все закончится хорошо. Сдам вам сюжет. Но не совсем хорошо. Запутаю сюжет. Убийца не был водитель. Посмотрите это кино. Отвлекитесь от драмы в телевизоре одной, для того, чтобы драма, пусть виртуальная, но жизненная, касающаяся нас, покажет вам, насколько же падший человек, и как он жесток к беззащитному. А, собственно, это и есть и тема всей восьмилетней истории нашей соседней, любимой страны, Украины. Это ненависть к беззащитному, гордость и при своих личных больших грехах желание кому-то сделать плохо. Фильм «Охота» с Матсом Миккельсоном. Я думаю, вам понравится. До свидания. Вернее, мир вам и слава Богу за все. Субтитры создавал DimaTorzok